Последний тваб текущего сезона ждали долго, и в принципе, и конкретно вчера. А ждать его смысл был, ведь обещали в нём рассказать о ребалансе оружия. Поэтому да, не терпелось послушать, что там сделают с нашим арсеналом. Ранее мы уже говорили про ребаланс способностей и изменениях модов, так что посмотри эти ролики для полноты картины. А мы начинаем говорить об оружии. Как я и рассказывал в прошлом видео, в новом сезоне нас ждёт впервые новый вид стихийного оружия. Легендарное стазисное оружие. В новой статье Банжи уточнили, что ставится оно будет в кинетический слот, то есть в первый. А в пул перков добавят эксклюзивные стазис перки, которые можно будет получить только на этом оружии. Для того, чтобы отбалансить стазис легендарки и их перки, которые потенциально могут замедлить или заморозить противника, на срабатывание таких перков будет требоваться условия убийств. Вроде того, как работает перк киллерский магазин, или как сейчас работает основной перк той же криостезии, к примеру. По словам разработчиков, это делает их срабатывание проще в ПВЕ, а не в ПВП. В общем, попытались в баланс. Ещё одно важное изменение оружейной системы – бесконечный запас белых патронов. Да, да, теперь всё ваше оружие, использующее основной вид боеприпасов, не будет нуждаться в подборе патронов. Согласен, странное решение и вызывающее логичное опасение. Но с выводами пока не спешим. Посмотрим, как это в реальности повлияет на баланс ПВЕ. Я ещё видел, что в комментариях некоторые запутались, из-за того, что в одном из прошлых твабов сообщалось об увеличенном шансе срабатывания модов типа «Локаторы» за убийство из оружия на белых патронах. Так, ребят, оно не противоречит друг другу. Пачки падают чаще за убийство из, например, импульсной винтовки. Но пачки эти никогда не будут на белые патроны. Вот и всё. Если вы, как и я, были расстроены набором возможных перков на оружие Луны и Города Грёз, что ж, хорошие новости. В него добавят несколько тех, что встречались на нём прежде. А там было, кстати, на что посмотреть. Однозарядным гранатомётом уменьшен радиус взрыва. Этот вид оружия резко начал набирать популярность в ПВП, когда понерфали дробовики. Вот банджи и взялись за них. Правда, в ПВЕ им для компенсации предыдущего нерфа урон подняли на 12%. Горстки пепла это, правда, не касается. Она и так тащит. Самому полезному, в скобочках нет, оружию в ПВЕ, пулемётом увеличили урон на 20%. Тоже интересно посмотреть, что же это будет, на что повлияет. Наконец-то, урон винтовок разведчиков и револьверов по мелким врагам в ПВЕ увеличен на 15%. Надеюсь, не придётся больше дрэга с красной полосой здоровья ковырять где-нибудь в сумрачном налёте по 5-6 патронов. Огромные изменения затронули класс плазменных винтовок. Я люблю этот тип оружия, но изменения там и правда огромные. Думаю, что в новом сезоне мы поговорим о них с примерами в отдельном ролике, если захотите. Если же кратко сейчас обобщать, то все архетипы плазменок отстроили таким образом, чтобы различия этих архетипов были ощутимей. Агрессивным увеличивают время заряда с 0,86 до 1 секунды, а количество пуль в залпе порежут с 7 до 5. Уменьшают общий урон с залпа сюда же, а точные и адаптивные вот рамы почти не поменяются. Им совсем немного поднимут урон за выстрел. А вот скорострельная рама получила ещё больший баф скорости заряда и увеличенное количество выстрелов в залпе. 9 вместо 7. Плюс увеличен урон общий за залп. Выглядит очень интересно, вот прям потрогать надо. Но я знаю, зачем вы здесь. За изменениями экзотики. Ладно, если совсем честно, то за ответом на вопрос. Что там с анархией? Анархия была доминирующим оружием на протяжении не одного года, особенно в сложных активностях или на соло прохождениях. Что ж, резерв анархии с 15 сезона будет уменьшен с 26 патронов до 16, а её урон по боссам снижен на 30%. Чемпионы, кстати, за боссов не считаются. Вообще, довольно щадящий нерв, могло быть хуже. А я вот правда думал, что ей отрубят возможность цеплять гранаты на боссов, но и так сойдет. Применение ей все равно найдется. Как минимум, проблему в Грандмастер идут 3 стража с 3 анархиями. Данные изменения точно решают. Другой любимый экзот в ПВЕ, пулемет Ксенофаг. Ему порезали скорострельность со 120 до 90. А баф урона для пулеметов, о котором я говорил ранее, будет для него неполным. Точных цифр нет, но если в 7 баф на 20% был, то ему, ну даже если на 10 дадут, то и то хорошо. Когда я говорил про белые бесконечные патроны, вы о чем подумали? Конечно, об экзоте бойцовый лев. Гранатомет, он же на белых пулях. На белых, ну значит и резервы бесконечные. Да, бесконечные. Но для баланса ему буквально до нуля опустили скорость перезарядки. При срабатывании перка и поражении нескольких целей, скорость перезарядки будет возвращаться к старому значению. Но тут надо опять же смотреть в игре, как это будет работать. Я уж не поверю, что банджи реально позволят нам спамить из гранатомета на белых патронах бесконечно. Это странно было бы минимум. Идем дальше. Какая-то винтовка мифа борец уексов. ХЗ, что это? У меня такой нет. Так вот, у нее плюс 40% к урону в ПВЕ добавили. А еще увеличили дальность, стабильность и скорострельность с 360 до 390. А время заряда в режиме линейной винтовки уменьшено с 820 до 533. Накопленные заряды линейных выстрелов больше не сбрасываются после того, как вы уберете оружие в кобуру. Что сказать? Рад за обладателей плазменной винтовки безжалостной уменьшили штраф к урону за ускорение зарядки на 40%. Так что я надеюсь, включая баф этого типа оружия, она еще проявит себя в каких-нибудь активностях. Я лично не доставал ее с тех времен, когда мы из нее калуса убивали на левиафане. Так что соскучился. А вот тостеру Йотун увеличили скорость заряда, но уменьшили урон. Незначительные изменения. А моему любимому и ненаглядному бастиону... Финал! В ПВП уменьшен урон на 15%. Это значит, что больше нельзя будет убить стража, попав одним зарядом из трех. Угол разброса увеличен на 10%, а вот урон в ПВЕ увеличен на 25%. Так что учитывая встроенный мод на неудержимых воителей и грядущие моды из артефакта, может быть будем брать его в ПВЕ. А, ну и возвращаясь к бесконечным патронам на белых резервах. Если вы размечтались о том, как будете пилить все из милого дела с Аки Рэмбо, то притормозите. Его перк теперь пополняет магазин за подбор особых и тяжелых боеприпасов. Перку «Линия огня» уменьшат бонус урона до 20%, а сам перк будет появляться на снайпах, линейках и пулеметах. Перки на урон «Киллерский магазин», «Полоса удачи» или «Жажда адреналина» теперь будут нормально увеличивать весь урон на оружие со взрывающимися зарядами. Это типа фугасные снаряды и ракеты, гранаты из гранатометов. Ранее эти перки не увеличивали доп. урон от взрывных патронов. Теперь будут. Объявили и о том, какое сезонное оружие в 15 сезоне будет. Ракетница с перком «Взрывной свет». Я когда читал твап, не догнал, а вот когда потом стал писать скрипт к видео, догнал. Это же тот самый перк, который был на Виндиго. Он будет увеличивать урон и радиус взрыва за подобранные сферы силы. Так что ракетница вполне себе интересной должна быть. Еще будет три новые пушки в плейлистах. Винтовка разведчика, автомат и пистолет. Полностью обновили и вернули в игру оружие из испытаний 9. Его можно получить в подземелье Откровения с новыми перками на разных этапах данжа. Ну и мировой пул оружия также увеличен. Все вот эти пушки, о которых я сейчас сказал, у вас на экране. Банжи также сообщили, что к середине сезона планируется вторая порция изменений, которая бафнет линейные винтовки и мечи на рамке магии. А также поколдуют с непопулярными экзотами вроде «Сурас режим» или «Арбалет». В общем-то ТВАП вышел реально огромным. Это я супер выжимку с самого жирного и интересного сделал вам в видео, как всегда. Но если вы хотите знать совсем все-все-все-все-все, то проходите на сайт Банжи и читайте статью самостоятельно. Ну а вообще, пора бы отдохнуть. Осталось 4 дня до презентации. Готовимся, что сказать. Готовимся, что сказать.